Анжела, здравствуйте! Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Сейчас немножечко подождем, пока побольше людей к нам присоединиться. Начнем прямой эфир. Пока присоединяйтесь, сделаю небольшой анонс. Сегодня мы будем говорить об искусстве времени Петра Великого. И те, кто слушал вчера экскурсию, такую лекцию по иконам, для вас это будет особенно интересно, потому что вы увидите вообще тот скачок, который сделало искусство в начале XVIII века с момента прихода к власти Петра Великого, как я говорила в анонсе, то время, когда русское искусство просто полностью перевернулось с ног на голову. Только что выложила для вас истории, и пока готовилась к этому эфиру, поняла, у меня прям такое откровение случилось, что все эти онлайн-экскурсии, онлайн-лекции, которые у нас проходят по Русскому музею, это просто мега-крутая, потрясающая и вот без ложной скромности уникальная возможность для каждого стать самому себе гидом. Не только самому себе, а и вашим друзьям, родственникам, которые будут вместе с вами ходить по музею, вашим детям, потому что что обычно происходит, когда мы приходим в музей, мы берем билет и вот так вот идем просто вдоль каких-то галерей, смотрим по сторонам, киваем головой, иногда спрашиваем, интересно, что этим хотел сказать автор, ну, в принципе, устаем, и этим поход в музей наш обычно и заканчивается, но после этих эфиров вы точно будете понимать, что заходя в определенный зал, нужно обратить свое внимание вот на вот эту, вот эту и вот эту работу, и у вас уже будет определенный исторический бэкграунд, это раз, а во-вторых, вы будете даже понимать, в каких техниках написана эта картина. Поэтому мега-классная возможность, также очень советую вот прямо по порядку, я вижу девчонок, которые из закрытой группы посмотреть о развитии русского искусства по порядку. Так, небольшой анонс, что у нас сегодня в программе, о чем мы поговорим. Время Петра Первого, да, немножко возьмем о том, как все изменилось с его приходом, поговорим о Карло Растрелле, я думаю, что все вы слышали о Франческо Бартоломео Растрелле, Франческо Карлович, да, сын, который построил Зимний дворец в Петербурге, который построил Екатерининский дворец в Царском селе, Большой Петерковский дворец перестроил, Смольный собор и так далее, можно перечислять очень долго. Но на самом деле вся династия, можно сказать, берет начало еще со времен его отца, который приехал, извините, пожалуйста, что-то происходит, который приехал в Россию. Вот, поговорим о его произведениях в Русском музее, посмотрим бронзовый бюст Петра и на первых русских портретистов Иван Никитин и Андрей Матвеев. Вот такая у нас программа, будем смотреть картины, произведения искусства и говорить о художниках и скульпторах. Так, давайте, как всегда, я для вас подготовила презентацию. Так, не все сохранилось, ну ладно. Думаю, портрет этого человека все узнали, Петр Великий. Вообще, нужно сказать, что в начале XVIII века в России происходит просто самая настоящая революция. Я думаю, что здесь я для вас Америку не открою. Все встает просто с ног на голову. И реформы, и преобразования, они затрагивают практически все сферы в жизни человека. То есть и военная реформа, и политическая, переустройство политической системы в России. И совершенно по-другому все в церкви стало. Но самое важное, что жизнь человека, жизнь обычного человека тоже изменилась. Да, мы вспоминаем, что Петр Первый в Россию картофель привез, кофе привез. Русских людей учил есть там приборами, а не только пользоваться ложкой. Учил хорошим манерам. Также при Петре Первом появились европейские костюмы, ассамблеи. И это был самый настоящий шок для людей того времени. Да, всегда говорю, что представьте, ваши жены или девушки, да, выходили всегда закрытые, прикрывали вот, да, шея обязательно закрыта, руки закрыты, все закрыто. И это как бы целомудренно. И тут вам приказывают, что вы должны явиться на ассамблею вот с таким вот декольте. И причем, если вы мужчина, то вы просто обязаны привезти и свою жену, и свою старшую дочь вот на такую ассамблею в таком вот виде. Представляете, какой это шок для мужей и для самих женщин. Вот, но помимо бытовой стороны жизни, в России очень сильно меняется и искусство. Потому что Петр, мы знаем, он был первым русским императором, который путешествовал. Мы все знаем, да, все любим путешествовать. Я уверена, что на моем эфире здесь любители путешествий, что путешествия очень расширяют наше сознание, кругозор. И у Петра тоже, в принципе, картина мира, она перевернулась. И когда он возвращается в Россию, когда он основывает Петербург, 27 мая 1703 года, да, недавно Петербург праздновал свой день рождения, он приглашает в город большое количество специалистов из Западной Европы. Потому что, к сожалению, у нас в России нет такого количества специалистов, которые могли бы справиться с новыми для страны задачами, да. Нужны были кораблестроители, да, нужны были художники, скульпторы и так далее. В России этого не было. Девушки, кто вчера был на эфире, вспоминайте, что вплоть до Петра были только иконы, которые очень четко следовали определенным канонам. И вот во времена, значит, Петра Великого в России в 1714 году приезжает вот этот человек и зовут его Карло Растрелли. Да, не путайте с Франческо Растрелли, Карло это отец. Карло приезжает в Петербург и вообще контракт у него на 3 года. Он итальянец, да, по фамилии, да, понятно. Также он работал в Париже, но ни в Италии, ни во Франции он не прославился. А очень большую славу сыскал для себя именно в России. Значит, приехал на 3 года, а остался он на всю жизнь. То есть большего количества времени прожил именно в России. И в Русском музее, да, в зале, который посвящен искусству Петра, вот тут мне нужно прерваться на короткое время, я прерву эфир буквально на 30 секунд, потому что опять вижу, что у меня в презентации не транслируется фотография, которую я сохранила и без которой мы не можем говорить о искусстве этого времени. Буквально 30 секунд, пожалуйста, не переключайтесь. Так, спасибо, что вы здесь. Нет, опять не сохранилась, секундочку. Все, прошу прощения, потому что только на прямом эфире я могу увидеть, буду транслировать эти изображения или нет. Заранее мне это никак не отследить. Итак, в Русском музее вы можете увидеть вот такой вот бюст Петра, который был создан Карло Растрелли еще при, собственно, жизни своего Петра. И при жизни самого Петра. И причем, вы знаете, современников вот этот бюст, он поражал сходством. Они говорили, что это действительно изображение, которое очень сильно похоже на самого Петра и на самом деле неспроста, потому что для того, чтобы сделать само вот это лицо Петра, Растрелли еще при жизни императора сделал восковую маску, понимаете, да? Ну, то есть воск накладывался. Также в Русском музее в этом же зале вы можете увидеть гипсовый слепок с этой маски. То есть вот так вот, представьте себе, выглядел Петр Великий. Один в один вот это его действительно изображение. И на основе, собственно, вот этого слепка, да, потому что Карло Растрелли нужно было сделать всевозможные памятники императору, да? Император все время был в разъездах. Постоянно военные кампании, нужно Петергоф строить, да, Кронштадт. И его просто не посадить, посадить перед собой, позировать. Именно для этого был сделан вот эта восковая маска гипсовый слепок, который вы видите, да? Вот. И с помощью него, соответственно, создавался вот этот вот бюст. И вот интересно, что если мы с вами немножко займемся вот таким, знаете, чтением по лицу, да, вот сразу можно увидеть, какими качествами обладал этот человек. То есть этот человек очень энергичный. Посмотрите, он довольно строгий, суровый. И у этого человека очень сильная воля. То есть вот он прямо вот как-то вся вот эта воля, энергия и мощь, она в нем прямо сконцентрирована. Одет он в такое военное одеяние, видите, прям какая-то даже такая в барочном стиле. И когда будете в русском музее, обязательно подойдите поближе и рассмотрите, потому что на одежде императора есть гравировка, на фотографиях, к сожалению, этого не рассмотреть. Так вот, на этой гравировке изображено, как Петр, молодой царь, делает статую, скульптуру новой России. По сути, то, чем Петр и занимался, да, вот он Россию практически создавал с самого нуля. Петр. Хочу вам прочитать одну цитату. Всегда люблю делиться цитатами искусствоведов, потому что они прямо в описании попадают в самую точку. Поэтому вот цитаты искусствоведов именно об этом бюсте. В бюсте Петра скульптор создал образ человека неукротимой энергии. То, о чем мы с вами говорили. Внешне Петр спокоен. Только конец мантии беспокойно развивается за его спиной, как пламя. Но высоко поднятая голова, сдвинутые брови, стиснутые жестокие губы и упрямо выдающийся вперед подбородок создают впечатление колоссального внутреннего напряжения. Потрясающее описание, мне кажется, точнее и не скажешь. Помимо того, что Петр I приглашал в Россию большое количество западных художников и архитекторов, в Санкт-Петербурге он основал первую школу рисования. И это правда удивительно, когда начинаешь думать, сколько Петр успел сделать за свою жизнь. Петербург, пригороды, Северная война, и школу рисования, и регламенты во всех сферах жизни людей. Но это действительно удивительно. В эту школу рисования принимают молодых талантливых людей, и потом самых талантливых учеников их посылают учиться за границу, потому что лучшие специалисты пока всё-таки работают за границей. И вот те молодые люди, которые отправились учиться за границу во времена Петра, их называют птенцами гнезда Петрова. Я думаю, что это выражение вы слышали. И вот одним из таких птенцов гнезда Петрова был художник Иван Никитин, о котором мы сейчас поговорим. Я вам покажу портрет Никитина, портрет, вернее, Петра Великого кисти Никитина. Никитин, Иван Никитин, он учился в Италии, то есть он был послан в Италию Петром, вернулся в Россию и стал придворным живописцем. Напомню, что художников тогда в России не было. Рисовали, создавали до времён Петра, чтобы вы понимали, какой это скачок буквально вкратце. Вчера мы об этом подробно говорили. Эфир ещё в записи, если интересно, напишите. До времён Петра создавали вот такие вот картины. Это были картины, а если мы говорим об изображениях человека, это порсуны, вот такие вот портреты. Вот сравните вот этот вот портрет, это до Петра, это 17 век. И сравните вот уже вот такую вот картину. Ну, согласитесь, что разница просто огромная, и это колоссальный скачок. Вообще западные искусствоведы, я очень люблю читать западных историков, западных искусствоведов, они говорят, что у русского человека есть такая черта, что если даже в чём-то мы отстаём, где-то мы медлим, где-то, может быть, проявляем какую-то ленность. Но когда это необходимо, и русское искусство, и русский человек, и русская история делают какой-то невероятнейший просто скачок, и буквально там за полстолетия они успевают проделать тот путь, который Европа когда-то проделала там на протяжении трёх-четырёх веков. России удалось этот путь проделать там всего там за 40-50 лет. И этим действительно нужно гордиться. Значит, про Ивана Никитина немножко, да, это один из первых в России светских художников, который вот начал писать портреты, ориентируясь на Западную Европу. Эти портреты реалистичные. В отличие от икон, которые я вам только что показывала, мы видим уже какой-то объём, вот это 3D-изображение, мы видим перспективу, да, перспектива значит, что объект удаляется от нас, да. То, что от нас дальше, то, собственно, выглядит меньше. Ну, очень, конечно, интересна судьба Ивана Никитина, потому что был он приближён к Петру, да, разрисовал портреты его и царской семьи, но после смерти Петра он был обвинён в распространении клеветы на одного из архиепископов и сослан в ссылку в Сибирь. Вот такая вот незавидная у него судьба. Вот этот портрет императора, портрет Петра Великого, он вообще очень известен и известен именно своей реалистичностью. То есть художник, вот несмотря на то, что это придворное искусство, и будете, например, ходить в Эрмитаже, смотреть какие-то придворные портреты, обращайте внимание, очень часто портретисты хотели приукрасить, показать человека гораздо лучше, чем он есть, но Никитин, он действительно реалистичен, он не приукрашает Петра, и помимо царя он хочет ещё увидеть в нём человека. То есть такой прям анализ идёт личности императора. И если на лицо посмотрите, то вот лично для меня лицо это совершенно другое и очень отличается от того лица, которое мы видели с вами на бюсте Растрелли. Это лицо уже мягче, это лицо уже добрее, это лицо не такое напряжённое, то есть это вот прям действительно такой человеческий портрет, и можно рассмотреть личность императора. Ещё один очень популярный портрет в Русском музее — это Пётр I на смертном адре, когда император умирает в 1725 году в Зимнем дворце, на месте которого сейчас находится Эрмитажный театр. Сразу же к постели императора приглашают художника. Ну, для того, чтобы, может быть, нам сейчас это покажется с вами как-то довольно странным, может быть, кощунственным, но на тот момент это абсолютно нормальная история, потому что всё-таки великий русский император, все это понимали ещё при его жизни и хотели запечатлеть то, как он выглядел, и в том числе и момент его смерти. И тоже посмотрите, насколько реалистичное изображение и вот мастерство Никитина как проявляется, потому что, опять же, сравнивая с тем, что ещё было пару лет назад, там 10-20 лет назад до Никитина, вот это действительно гениально. Ну, и вообще шедевром Русского музея, ну, одним из шедевров и такой, можно сказать, лучшей работой Никитина является портрет Гетмана. Тоже посмотрите на его в оригинале. Мне он безумно нравится. Если честно, чем-то напоминает Рембрандта, потому что здесь шикарнейшая светотень. Да, посмотрите, как подсвечено лицо, посмотрите на черты лица этого человека. И я бы сказала, что это действительно очень такой психологический портрет. И он даёт возможность, знаете, словно в душу этому человеку заглянуть и как-то его почувствовать. То есть какая-то дума, какой-то внутренний диалог у него идёт, о чём-то этот человек размышляет. И на самом деле, когда мы говорим об искусстве, я всегда говорю, что нельзя дать правильный или неправильный ответ. И опять же, то, что я говорю, это мой взгляд на искусство. Вы можете чувствовать эту картину совершенно по-другому. Для вас она может быть совершенно иной. Поэтому обязательно полагайтесь на свои чувства и глядя на неё. Да, в эфире, или быть может позже. Я уже рассказывала о том, что есть потрясающий ресурс русского музея, виртуальный русский музей, где оцифрованы эти картины. Можете посмотреть на неё и спросить, что чувствую я. Потому что, собственно говоря, искусство, оно служит для того, чтобы заставлять нашу душу работать. Вот. Сейчас поговорим о втором художнике, тоже птенец гнезда Петрова. Это Андрей Матвеев. Вот потрясающее вот такое вот изображение. О жизни этого человека вообще очень мало известно. Очень много таких белых пятен. Если Никитин, он учился в Италии, то Матвеев, он учился в любимой стране Петра I в Голландии. Известно, да, что Петр I очень любил вообще искусство Голландии и дворец Монт-Плезир, который находится в Петергофе. Там вообще была первая картинная галерея, которая существовала у нас в России. Она была украшена портретами, не портретами, а картинами голландских художников. И когда Матвеева, интересный факт, отправились за границу, когда он обучался в Голландии, за учениками, были представлены люди, которые за ними следят. Раз они обучаются за государственный счет, чтобы они там не бесчинствовали, чтобы они не пьянствовали, не знаю, не прогуливали занятия, чтобы они действительно учились и занимались. И Петру I пришел доклад по поводу Матвеева, что это тот человек, который действительно не пьет, не бесчинствует, а очень старательно и усердно занимается. И помимо того, что Матвеев создавал картины, он еще занимался церковными росписями. Когда будете в Петропавловском соборе, он рисовал некоторые иконы Петропавловского собора. Одна из самых известных работ Матвеева – это его автопортрет с женой. То есть вот так вот выглядел сам художник, рядом со своей женой. Вот они счастливая пара, молодая, только что после свадьбы. И тоже такой интересный момент, что очень часто на лекциях, на своих я говорю о том, как раньше относились к женщине. То есть все-таки тех прав, которые мы имеем на данный момент, тех прав и привилегий, женщины в 18-19, даже в начале 20 века, не имели. То есть женщина, она практически была бесправна. А тут можно посмотреть, с какой нежностью, с какой вниманием, заботой художник ведет свою невесту за руку, вот как-то каким-то трепетом действительно от этой картины веет. Я тоже хочу прочитать цитату одного из искусствоведов об этой картине, которая, на мой взгляд, прям отлично отображает вот работу. «Смело и открыто. Впервые в русской живописи прославлял он женщину, как верную спутницу мужчину, достойную любви и уважения». То есть женщина, как спутница мужчины. Не просто там, да, оно. Помним, домострой на Руси существовало, по которому там женщину можно бить, и описывалось то, как женщину бить, чтобы женщина не умерла. А Матвеев, да, именно прославляет женщину, как спутницу жизни мужчины. «Свободно и радостно заявляла на своих чувствах к любимой, взволнованно и вместе с тем предельно деликатно. Рассказывала о том глубоком сокровенном, о чем никогда не решалось поведать в Средневековье». Вот тоже, да, интересный момент, что до этого времени каких-то там портретов со своей любимой женой с женщиной вы никогда бы не увидели. Никогда. Я сейчас смотрю, вот, например, изображение София Палеолог, Иван Третий. Существует их изображение, вот они просто, это не самое характерное, это просто сведены две картинки, но так, чтобы понимали просто, вот они могут стоять рядом, абсолютно решенные чувств в своих царских одеяниях. А вот тут, как Матвеев, он показывает всю гамму чувств, он показывает нежность к своей любимой. Это правда удивительно, это впервые встречается в русском искусстве. Сколько затаенного любования и нежности ощущается в том жесте, которым он подводит свою подругу к краю картины. С каким удовольствием он отмечает певучую линию ее шеи, гибкие музыкальные руки, чуть приметную улыбку на губах, слегка приглашенный блеск глаз, трепетный жест соединившихся рук, легкое касание плеч, еле уловимый поворот навстречу друг другу, земная человеческая радость. Вот на таких прекрасных теплых словах о женщине мы закончим наш сегодняшний эфир. И я вам хочу напомнить, что завтра в закрытой группе мы продолжаем говорить об искусстве 18 века. Мы поговорим с вами о мозаике, мы поговорим с вами о шпалерах, мы поговорим с вами об интимных портретах, и я вам расскажу, что такое интимный портрет. Участие в закрытой группе стоит 299 рублей, но поверьте мне, цена чашки кофе, но это того стоит, потому что благодаря этому вы прям станете самому себе полноценным гидом по русскому музею. Завтра тоже будет очень такой насыщенный, плотный эфир, очень информационный, и останется все это только практиковать с открытием музеев. И еще раз вам напомню, что все эфиры я сохраняю у себя в профиле, и также их можно посмотреть на моем канале на YouTube. Я вам всем желаю классного, солнечного, уже почти летнего, но еще весеннего дня и хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok